Спали мы здесь вот с мужем. Когда вот это ночевали, то спали здесь. Мы еще кровати сдвинули. А скажите, пожалуйста, вы что-то переносили отсюда или вот как оно есть? Оно все погорело. Мы типа жили там, где центральная вот эта улица. Тут жила бабушка с племянником. Вот это же мы тут были у нее. Ну вот кровати мы тут спали. Бабушка в той комнате спала. А тут все погорело. Сюда снаряд попал. Кровати даже он посгибал. Мы просто сдвинули, чтобы оно теплее было. Да, это было как бабушка. Бабушка в той комнате спала с племянником. А мы тут с мужем спали. Тут шифонер стоял, а тут стенка была. В первую очередь они живут вместе. Короче, выгорело все. Это было как бабушка. Они живут вместе. Потому что она думала, что это безопаснее здесь, чем в своей собственной комнате. Потому что это было ближе к тому, где русские были. Да, точно. Это почему она пришла сюда. Тут стол стоял. Если это... Это мы уже типа... Вот здесь стоял стол, тут мы кушали. Когда вот это все собирались. Но это уже то, что с серванта повытягивали. Ну типа тут уже все, короче, погорело оно. А где, скажите, пожалуйста, а вы конкретно где находились, когда сюда попал снаряд? Когда снаряд мы уже были аж возле родника. Потому что мы уходили, дом еще был целый. Было только три дома не было. То есть я так понимаю, что какое-то время... Вы сначала переместились сюда из своего дома. Да, сюда переместились. Потому что решили, что здесь безопаснее. Да, месяц были здесь. Потом, когда увидели воронку и три дома подряд сгорело, мы решили пойти, потому что хозяйство, хотели хозяйство туда, к роднику перенести. Там вода, и мы же кормили людей всех. Молоком вот этим всем это. Ну раздавали, в бутылки наливали и по улице раздавали это все. Сначала вы, получается, пришли со своего дома сюда, потом переместились в подвал. И после этого, когда вы уже поняли, что нужно куда-то уходить... Да, что надо бежать отсюда. Мы побежали еще ниже. Ну там вообще, там не связи. Вообще ничего нету. Туда, получается, в огороде ходят русские. А через складочку переходишь, там украинские. Вот такое вот. Там вообще мы были как... Не дай бог телефон включаешь, сразу снаряды летят. Мы были 42 дня, вот с момента войны, 42 дня были в Ольховке. Да. Потом русские пришли, чтобы убежать школу или что-то. Да, где вы видели. Да, да. И потом они пришли в подросток. И вот после... В подросток здесь. В подросток здесь, в подросток вокруг этого дома. И после этого это Francis такczyало, что вы слышали, что серьезные И они думали, что мы будем оставить этот дом, и идти даже дальше от русских позиций. И, в основном, когда они двигались, этот дом был не intact, так что это было хорошо. Да, и все осталось. И все осталось, 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 и все осталось. И все осталось, и все осталось, и все осталось. Они вернулись, и они видели. Я покажу вам это. В какой-то момент, когда бороться так плохо, что они уйдали дом, и они пошли еще дальше. И где они идут? Бабушка, вот это ж жила здесь. Это ее родственник? Пенсионерка, 41-го года. Она в порядке? Ну, она живая. Она жива все хорошо. Да, мы же просто сейчас ее в Полтаву к родственникам отправили, а сами же вот это приехали завалы. И получается, отсюда, после этого дом был цел, вы отсюда ушли, и вы ушли к роднику, да? К роднику, да. А, получается, к роднику это вот по дороге вот так вот, что вы показывали? Это там, где вы рисковали, да, вы рассказывали? Да, там, где мы были. Ну, там мы были где-то две недели в роднике, вот это на роднике. Там просто вода была. Был колодец, вода вот тут внизу, но мы хотели туда что-то там. Отлично. И так вот есть, какая вода была. Так что она, как будто бы, как будто вода была в воде, здесь. Так, так, да. Это, это, да, и вот тот же место, который вам рассказывал здесь, что я помню. Такая улика. И они пришли через русские армии к месту. И вот здесь. И в центре этой борьбы... Спасибо, что вы показали мне это. В центре этой борьбы, они даже уйдали от родственников к месту к месту. Это как они уходили. Это происходило. Это могло быть ужасным для всей семьи. И, как я понимаю, они были далеко от употребления. Они нуждали воду. Так что они пришли к месту. Нужно воду. И как они получили информацию? О том, где они идут? Или где они идут? Или ли они общались с родственниками? Или ли они все-таки уходили? Или ли они все-таки уходили? Или ли они все-таки уходили? В семье и с группой. И решили, что это не стоит. И смотрели, что нет воды. Расследования. Я слышал, что русские пришли вот так. Нужно уходить в эту сторону? Или уходить немного информации? Скажите, пожалуйста. Вы принимали какие-то решения. Вы принимали решение сначала уйти из вашего дома сюда. Потом в какой-то момент вы приняли решение уйти с этого дома. В данном случае с подвала. К роднику. Как вы вообще принимали эти решения? У нас было хозяйство. Вот это коровы и козы. Их некуда было детям. Мы думали, что может оно все закончится рано или поздно. Потом уже когда оттуда уже выхода другого вообще не было. Когда сильно горячо было, что нельзя было даже с погреба выйти. Мы уже решили все. Корову нас же забрали. Мы когда вот это завели в погреб нас, коровы убежали. Что-то взорвалось на огороде, на минах. Ну, думали, корова взорвалась. Она целая осталась. Это больше всего шателка взорвалась тогда, что это. То есть вы, я так понимаю, вы здесь оставались? Потому что вы как бы хотели продолжать заниматься, да? Нет, мы не хотели. Просто понимаете как? Эвакуацию предложили только русские. Вот именно. Машины вот эти, организованную эвакуацию, предложили только русские. У нас, кто машины в кого были, те посадились, поуезжали. Очень страшно было, когда вот начало вот этой недели, 10 дней прошло, все люди уезжают. Особенно с детьми маленькими. У нас на ребенка не было документов. Его никто не хотел брать, потому что без документов. Документы в Харькове. Мама не могла сюда приехать, потому что не пускали блокпосты. Хольковка в серой зоне была. Я вас понял. Меня конкретно интересует, каким образом вы принимали решение. Уходить, приходить. То есть вы же, наверное, на что-то ориентировались, правильно? Ну, ориентировались, что типа... Может, вы ориентировались на каких-нибудь других соседей? Может, у вас какая-то была информация? Нет, соседи были тоже все. Улица была много. Ну, долго. Дети поуезжали, а взрослые как бы оставались, пока дома были целые. Но мы уходили, дом был целый. Ну, то есть каким образом вы приняли решение? Вот почему именно в тот момент вы ушли, а не там, не знаю... Не, ушли, потому что стало страшно. Возле столба снаряд. Провода оборваны. Окна побиты. Стены-то целые, но уже три дома сгорело. В первом доме дядя Саша живьем сгорел. Это 25-го числа было. И нам стало страшно. Вот у соседей два раза в одно место на той улице попала ракета или снаряд попал. Раз чуть-чуть задымилось, а потом второй раз в ту же дырку. Вы были очевидцами всего этого? Да, мы это все смотрели с погреба. Что это? То есть в вашем погребе там можно было... Ну, в дырку смотрели. Муж вообще все время смотрел мне это. Да, да. Слышали, как вот эти все команды. Мы все в погребе слышали. Я вас понял. Да, я сейчас просто переведу ему. Так что она говорит, что... ...связь, почему они были решены. Потому что она была... У них есть маленький холл в ее бассейне. Она смотрела, видела все вещи, что случилось. Там были структуры рядом. Она увидела... Эта квартира была повреждена. Она увидела... Эта квартира рядом. Она была близко связана. Кто-то, кто-то живет. И, как я понимаю, от ее слов... Он... 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 Он ушел из-за этого. Это была ситуация. Да. Так... И тогда... Она решила... Поехали. Она находится в доме. Где находится холл, которую она смотрела? А вы можете нам показать вот эти вот места? Да. С чего вы смотрели вот это отверстие? А, ну, можно. Ну, там пошлите что-то. Да, да. Пойдемте. И, как? Ну, там... В, там. В, там. Вот. Ну, там. Опа. Малыш, иди сюда. Малыш. 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 вот будка собачья была то мы ему настелили вот это мы его отсюда отвязали вот ошейник запуталась и вот вот эта собака вот это она в этой будке была вот соседа тут подвал был это я правильно понимаю это то место где сгорела соседа не это самый первый дом сосед сгорел этот живой это просто привалило вот тут пожар был потом там еще через два дома тоже пожара но черная когда горит она все черное в доме получается у собака где-то тут тут все поросло двери все по вывбивала видите что это повырывал это мы тут их и не трогали спали мы тут накидывали все что вдруг снаряд прилетит типа шепон отсечку давал чтобы не сразу в землю ходил ходил вот это все сюда накидывали потому что тут погреб о это интересное крис чтобы это железо сюда на это тут много было типа везде все железо как бы раскидали вдруг летит снаряд он в железо и не идет уже в землю ну а тут вот заходили в дырочку смотрели типа шо это ну тут стояли в шее бабушка там была в средине аж внизу нет а мы вот так вот стояли типа и вот так все смотрели типа шо это она если летит она слышно что она вылетела она летит мимо если взрывается мы сразу сюда забегаем типа от осколков уберегает первый загорелся вот тот сарай он видите вот сарай вот это летняя кухня вот там вот первый был потом вторую тут вот вот красный дом но она раз попала вот это вот вершок вот это первый огонь был когда это я я экзакла улака ферс он здесь вот наше солдаты вот это вот так вот бежали там он они согнули немножко это забор потому что через это ну через вот это все перепрыгивали ну короче через все дворы много очень было так через все дворы потом через ту улицу и дальше там и улица и шкула это so did russian troops get this far or they were only shelling and shooting missiles and she didn't actually see any of russian vehicles only ukrainians in this area uh no actually she told me previously that she saw them she actually interacted with them yeah she interacted with russians and actually the thing is is that they used people from donetsk and lugans as like i don't know like military administration i guess so like uh russian troops were uh were like trying to uh do the war stuff at the battle and like people from dna from lna they were like usually they were like using them to talk to people to communicate with people fellow ukrainians that were yes exactly they use this conscription right to like put a friendly face on the occupation exactly right yes 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 exactly yeah how was that interaction what did they tell her what did they what did they tell her about did she feel like did she feel comfortable interacting with them because it was a fellow ukrainian were they passing any type of like secret messages type of thing or did she feel like they were part of the russian team and like they could not be trusted or i'm just very curious like her honest answer what как бы очевидно что российские военные скорее всего использовали граждан dnr и lnr чтобы как бы ну вызвать у вас симпатии и это тоже граждане украины так или иначе вот я так понимаю с ваших слов насколько я могу судить относились они к вам хорошо и диалоги с вами были ну как они мы с ними так сильно нашли общались но они во первых подумали что ольховка это харьков что у нас тут типа как дворцы дороги свет туалеты в доме вода вот это все что есть для них это очень дико было что как это так но это солдаты российские которые самары например кто был из днр и лнр я говорю про этих людей конкретно вот отдельно взять вы с ними диалоги вели какие понимаю ранее с лнр днр они чисто проверили документы сказали что они такие же как и мы что ничего плохого не сделать нам не будут делать типа смешать и повязки и все а вы сами считаете их такими как вы то есть вы считаете что вот эти вот люди из донецкой народной республики луганск не ну тешу хотели уйти они ушли в украину еще восемь лет война идет не война вот эти шут операции те кто хотели остаться те остались там поэтому если бы они не хотели они нашли работу везде у нас да поэтому как бы ну все-таки ну не воспринимаете на таком же уровне как других граждан украины правильно то есть это все-таки уже но она просто не ожидали что их я еще когда мы были вот это в плену а там не в плену а в этих под бомбежками когда попали я что-то рассказывала там типа мы же общались вот солдатами потому что все стреляют я же там ну как меня уже истерика пошла и говорю вы вот типа получается что нас захватили начали с того что начали бомбить наши боевые точки что там 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 все поразбивали потом потом говорю начали бомбить наш город разбили больницы все разбили театры разбили институты университеты все поразбивали получается это не наши бьют это понятно они мне задали типа ваши наши я говорю ну вот я живу здесь это наши вы пришли оттуда это ваши говорю чтобы если вы как бы ориентировались вот это поэтому кто знал говорили что им тоже надоела уже эта война русские солдаты что получается потом это я еще спорила говорю ну какой вам нафиг харьков если вы ольховку взять не можете вы говорю же в ольховке тут идут бои вот эти взяли отошли взяли отошли вы говорю хотите в харьков взять харьков вы естественно что никто уж его не возьмет я вас понял я вас понял что есть она говорит что они использовали фразы такие фразы как все эти лнр люди использовали фразы как все эти фразы такие фразы как все эти элина я думаю чтобы делать какие-то симфотии для себя потому что они бывают в украине и я также просил их поставить благоуaga или что-то так не знаю почему это значит что это значит верить или верить или Я думаю, что это может быть. Это может быть уничтожение или уничтожение специального сигнала для них, для тренировок. Они ходили через улицу в каждом доме и просили их бросить на благо благо. Я уверен, что она не знает почему, но это произошло. – Я думаю, если мы зарплодомы, то это позволит им знать, что у них нет Украины и партийныхей, да? – Да, возможно. – Я думаю, что она имеет значение. И она в сумме любит его. Да, и она получила серьезные аргументы с русскими кораблями. Серьезно? Да. Что это было? Да, она говорила о... Они сказали о университете в России и в Украине. Да, и она ответила к ним, что вы разные. Есть разница между нами. Вы пришли сюда. Как это может быть университет? Да. Нерзов. Да, и даже пчел. Да. Да. Да, точно. Не будем спускаться туда. Там темно все равно. Да, мы можем спускаться туда, если она не хочет. Но если она хочет, мы бы хотели увидеть, чтобы документировать, как ужасно это было. Потому что я думаю, что люди будут понимать. Чем больше... Чем больше... Чем больше мы видим, как плохо это было, то, что мы можем шамить других людей в Западе, чтобы просто делать то, что нужно, чтобы остановить это. Да. Когда люди говорят, что «А, мои газолинные цены, мои энергетические цены увеличиваются». Да. Но в сравнении с тем, как она могла жить, это просто маленький сократ. Да, точно. Да, точно. Да, точно. Если, конечно, вам комфортно, мы бы хотели посмотреть, у нас есть фонари, мы просто их зажжем там, и я думаю, проблемы не должно быть. Там чисто... Пошли там. Если вы не хотите идти, мы можем с вами торопить, как вам будет угодно. И тогда она идет и лезет нас. Да.